Всем привет, с вами Мосс. Ребят, огромное спасибо за поддержку и активность под предыдущими видосами. Наверное, я уже достал вас этим, но знаете, вот именно этот ролик мне хочется, чтобы посмотрело максимальное число людей, потому что тема, как по мне, очень важная и вряд ли мне по силам изменить саму игру, но вот наше с вами восприятие и наше с вами поведение в онлайне, мне кажется, нуждается в срочной корректировке, поэтому загрузите от души пальцев вверх, пишите комментарии, попробуем поднять этот ролик куда-нибудь в рекомендации. Ну а за матчами топовых чемпионатов и не только футболом обязательно следите в компании моих хороших друзей из Пари, которые для вас в закрепленном комментарии оставили отличный бонус. Компания Пари предлагает лучший клиентский сервис в своем сегменте, максимально удобное и понятное приложение, молниеносная работа и широченная линия спортивных и кибердисциплин. Выбирай ближайший матч, забирай фрибет от моего партнера в комментариях и получай еще больше удовольствия от спорта. Чтобы по-настоящему понять суть происходящего, нужно разобраться, что именно заставляет любителей псевдосимулятора рыхать направо и налево желчью. Вряд ли весь безнуется на ровном месте. А может нам с вами тоже надо в некоторых моментах беспристрастно посмотреть в зеркало? Зайду издалека, чтобы лучше раскрыть суть. Буквально на днях ехал в такси и в очередной раз разговор с водителем зашел об уродском поведении клиентов. Свелось все к тому, что это фактор Москвы. Как наикореннейший житель столицы, которому довелось прилично поездить по другим городам, решительно подтверждаю тезис о том, что люди тут максимально эгоистичные и неотзывчивые. FIFA по аналогии в монополизированном мейнстриме с многомиллионным населением иначе быть не может. Как в первопрестольную приезжают зарабатывать, учиться и пытаются урвать кусок пирога, даже если придется идти по головам, так и в канадской игруле победа и лут превыше всего. Причем в ход пойдут любые средства и слова, за которые в реальной жизни безотказно и мгновенно прилетает в бубен. По сути, в большинстве случаев любой онлайн интересен неким соревнованиям. Коль так, сравните. Сколько кайфа вы получите от выигранной потной и плотной катки с адекватными тиммейтами в какой-нибудь кс-очке, и сколько позитива вам даст очередная победа в FIFA. Пускай даже вы закамбейчили, наказали делающего гриди лунтика, или просто переехали сильного соперника с архидонатным составом. Не, может это у меня какие-то проблемы с восприятием, но, как мне кажется, в псевдо-симуляторе футбола этого позитивного вайба получаешь заметно меньше, чем в других играх. Особенно если речь о по-настоящему соревновательных дисциплинах, ну то есть там, где скрипты, гандикап и pay to win отсутствуют как класс. Не знаю как у вас, но у меня заходы в rivals, что ради контента, что ради семи рядовых побед и наград, превращаются в тот еще же помочь. Даже перед поиском соперника приходится пройти круги ада с лагающими меню, сбивающимися настройками и прочими ништяками от горя разработчиков. Сам поиск тоже веселая тема, когда каждый второй соперник левает во время подтверждения готовности, а все потому, что народ массово сливает друг к другу матчи. С одной стороны взаимовыручка это классно, но с другой это сужерное время у всех остальных, кто просто хочет сыграть свои матчи здесь, сейчас и против кого угодно. По геймплею все прекрасно знаете сами, одни и те же метовые составы и одни и те же пути взятия ворот, бесконечные пробежки на R1, прострелы с флангов, сломанный прессинг с высотой обороны 71+, и не менее реалистичный, обводящий от обладателей соответствующего золотого таланта. Наверное процентов 90 аудитории хотели бы пофиксить эти моменты. Reddit гудит, контентмейкеры воют, а толку? Помню как все ждали, что это исправят в патче, но контора выпускает обновление, в котором считай прямым текстом говорит «Нам пофиг на ваше мнение, жреть что дают и не забудьте зайти в магазин, у нас там новые промо-наборчики». С таким отношением позитивного настроя ждать от публики не приходится, но складывается ощущение, что народ не сильно выкупает, кто действительно виноват в их плохом настроении и пытаются вымесить всю злобу на соперниках. Вот вам отличный пример. Какой-то милый соотечественник, который судя по апнутому Лью Ренте и собранным Потмам проводит в игре уйму времени, но которому лень потратить часок-другой даже на просмотров гайдов, ну как минимум по игре в обороне. Легчайшая проходка канцелу, паразитирующий пас в центр, типичный гол в ВК-24 и разумеется по дефолту пропущенное празднование. В ответ смотрите сами. Тупорылая аркада в ее лучшем проявлении, просто с лалом на R1 за сломанную картонку, бардак в переключениях, как следствие гол и, конечно же, гриди с последующим просмотром повторов. При этом матч, ну даже близко не был равным. Мы откровенно ввозили соперника и без проблем, спустя всего пару минут снова вышли вперед. Опять же обратите внимание, несмотря на токсичные мувы, без празднований чисто отхлебнул чайка да почесался. Следом можно было закинуть еще парочку и, сообразив, что шансы на победу минимальные, наш славный Чепурка начинает долбить мне в личные сообщения, какой я хороший да распрекрасный. Психологическая атака не увенчалась успехом, мы забиваем третий и в качестве благодарности за оскорбление награждаем Лунтика его же празднованием. С кик-оффа, тем не менее, ему удается один отыграть, и весь перерыв он усердно нажимал на буковки, пытаясь меня задеть. Мол, сейчас ровняю и обязательно ливну, и все такое. Увы, столь перспективные планы воплотить ему в жизнь не удалось. Я одного только не понимаю, разве так сложно достойно принять поражение? Или же FIFA с ее скриптами, багами, донатом, паршивыми серваками и однообразным геймплеем так сильно влияет на адекватность? Друзья, Черная Пятница — это только начало, в игре появляется все больше разноцветных топовых карт, и если не хватает золотишка для усиления состава, вам поможет Ваня Мухин сделать все оперативно, качественно, по выгодному курсу, он же подсобит с играми, подписками и аккаунтами. Работаем не первый год, ссылка в описании ролика. И что вы думаете? Играю следующий матч против куда более рукастого соперника с жирненьким составом, тоже соотечественника, причем тут катка складывается поначалу вообще не в нашу пользу. Повезло, что отгадал, куда будет пробивать 11-метровый. В итоге кое-как с Гурьем пополам проводим неплохую атаку, ловим оппонента на ошибки и забиваем дежурный фланговый гол. Не празднуем и получаем дежурную проверку кикоффной. Ничего против, кстати, не имею, контриться это слишком легко, считай тебе тупо дарит мяч. Справедливости ради игра была равной, соперник создал прилично моментов и в конечном счете в аккурат перед раздевалкой сравнял счет. Во втором тайме нам почти сразу удается знатная и даже не шаблонная атака и решаю выразить чутка респекта за отскоки в первом тайме и делаю празднование, мол, не заслужил я гол. В ответ прожатые паузы и сообщение дословно. Фиг ли ты пляшешь? И это с цензурой, понимаете, да? А дальше классические 20 сообщений, что я, если вкратце, играю не очень хорошо и обороняюсь только ботами. В ответ я предлагаю товарищу сохранить демку матча, пересмотреть ее и хоть как-то подкрепить обвинения конкретными примерами. Он, разумеется, съезжает на другую тему и потом выдает, мол, да все знают, какой ты на самом деле нехороший человек, типа ты ливнул при счете 2-2 на какой-то катке у какого-то стримера. И вот тот, давайте остановимся подробнее. Чью там нежную душу я задел, сгорев и вырубив ловким движением ноги, сразу телик, плойку и все остальное, что было вводкнуто в пилот. Слушайте, пылающие очаги — это нормальная история. И вот поверьте моему икеевскому столику, период постоянного горения мной уже пройден. Если была бы в игре статистика с процентом досрочных выходов из матча, он у меня был бы наоборот, на удивление низким. И уж чего я точно не стану делать, так это писать сообщение после проигрыша. Разве что поблагодарю за матч, если выдалась четкая и жесткая борьба без абьюза за скриптованных механик. К чему это я? К тому, что сама игра, соперники в ней — это сплошной негатив и нервотрепка. В каждом втором или третьем матче пугливые крысюны будут сливаться при ничейном счете, или что еще чаще, успевать отсоединяться, если вы заработаете пенальти. Я вам настоятельно рекомендую таким отморозком ничего не писать, даже если невыносимо бесит. Вам просто накидают репортов, и легче вот ни разу не станет, да еще и бан прилететь может. Я не знаю, что изменилось за последние года три, но FIFA сейчас буквально кишит мудвинами. Видать копируют других мудвинов, один верганг чего стоит. Ну и благерочки до стримеры тоже, мягко говоря, не всегда подают хороший пример. Таким макаром приходим к первому выводу. Если вы человек тонкой душевной организации, легко воспламеняемый и все такое, просто не заходите в онлайн Ultimate Team, ибо здесь максимально недружелюбная среда. Второй вывод. Это лишь игра, относитесь к ней проще. Удовольствие получить тут со всеми приколюхами от конторы сложно, но если не будете принимать все близко к сердцу, поверьте, и вам, и окружающим станет легче. И, пожалуй, главное. Относитесь к другим так, как вы хотите, чтобы относились к вам. Ваша лучшая реакция на любой раздражитель, ее полное отсутствие. Горит у всех, даже у самых правильных и хладнокровных. Я и сам не святой, недаром же в начале видоса упоминал про посмотреть в зеркало. Помните, что изначально по ту сторону монитора может сидеть как сорокалетний зубр, так и восьмилетний школьник. У каждого из них свои проблемы и тараканы в голове, но вы находитесь с ними в одной лодке, в которую изначально сели ради развлечения и удовольствия. Понимаю, сложно, самому не всегда удается, но все же старайтесь подавать правильный пример, чтобы и без того тонущая в токсичности игра не пробила очередное дно, после которого останется лишь единственное желание удалить канадский шедевр и больше никогда к нему не возвращаться. Кто-то из вас, наверное, скажет, что, мол, у тебя наболел, накипело, этот видос никакого эффекта не возымеет, мол, ну знаете, как лечить там зубную боль пластырем. Но мне все же хочется верить, что среди вас есть те, кто внимательно посмотрели от начала до конца, не перематывали, послушали, прислушались и, возможно, как-то пересмотрят те или иные свои действия в онлайне или, опять же, свою реакцию на действия токсичных соперников. А еще очень интересно и важно послушать именно ваше мнение, поэтому поделитесь мыслями в комментариях, как вы сейчас оцениваете онлайн и те невзгодицы, которые приходится терпеть в онлайне. Не забывайте про мои соцсети, все ссылки находятся в описании ролика. Буду рад вас видеть там. Обязательно подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали, поддержите ролик пальцем вверх, ну и про закреп тоже не забывайте. Всем пока, с вами был Мосс, скоро увидимся.